Всем привет, с вами Джамблакс и сегодня я вам расскажу о Игромире 2018. Я все-таки пошел на данное мероприятие и остался полностью доволен. Для тех, кто не знает, Игромир это выставка видеоигр и всего связанного с ними. Также совместно с Игромиром всегда проводится Комик-кон, где показывают новые фильмы, рассказывают о комиксах и можно встретить много девочек из дредшотов. В этот раз Игромир меня приятно удивил. Я не был на Игромире где-то с года с 2015, потому что не видел смысла ходить на Игромир ради игр, которые я могу поиграть дома. В 2016 и 2017 году была точно такая вот история. В этом же году в Россию привезли реально классные и новые игры, которые я хотел опробовать. Ну а давайте сейчас обо всем по порядку. Начало дня началось с длительной поездки до самого Игромира и встречи с нашим подписчиком, который привел нас чуть-чуть быстрее к данному мероприятию. Если бы не он, то выставку мы попали бы намного позже. После захода на Игромир у нас была маленькая тактика. Так как самой ожидаемой игрой на Игромире 2018 стала Metro Exodus, мы пошли именно к ней. И не прогадали, так как спустя 10 минут там образовалась очень большая очередь. Так как мы зашли туда среди первых и побежали сразу же на стенд метро, там было уже около 30 человек и простояли мы там около полтора часа. В середине дня там вообще была такая очередь, что простоять ее было точно нельзя, поэтому мы точно не прогадали, что пошли именно туда. Я играл на Эдеквите в Xbox One X, можно было и на ПК, но я хотел именно зайти в вагончик и поиграть на Хуане. В целом мне понравилось, это то самое метро, в котором можно пройти либо на Раш, либо на Селс, только уже нового поколения. С более крутой визуализацией и с более крутой анимацией. Она стала более мягкой, плавной и реалистичной. Единственный минус в недоработке, персонаж немного чувствовал себя топорно, будто у него всегда заплетались ноги, даже при увеличении чувствительности. Но это не готовая версия, поэтому к релизу все будет окей. После 15 минут игры можно было походить по этому вагончику и пофоткаться в декорациях, что я в принципе и сделал. Кстати, подписывайтесь на инстаграм, там клевые фоточки. Хочу отметить, что стенд метро это был самый офигенный стенд, он был самый красивый и самый атмосферный. Бука постаралась прям, лайк. После метро я просто решил побродить по выставке и у меня разбежались глаза. Стендов было ну невероятно много, я просто не знал куда идти. Везде были розыгрыши, игры, короче везде можно было что-то посмотреть. Очень приятно удивили майки со стендом Xbox. Стенд был довольно огромный, там была Форза, там был Секиро, игры по Xbox Game Pass, а также был Ори 2. Также на стенде были розыгрыши, где проводились коллекционные издания, давали зонты, давали стикеры и был розыгрыш Xbox One S. Но об этом я расскажу чуть позже, там жесткий будет рофл. Просто, просто, просто досмотрите. Sony в этом году не парились вообще, они привезли лишь нового Человека-паука и Fortnite. Все, больше они ничего не привезли. После бессмысленного глазения на все стенды подряд, я пошел испробовать дивизию вторую. Признаться, я офигел, что там вообще почти не было очереди. Да, там стояло где-то человек 30, но по сравнению с другими стендами, там было реально мало человек. Но от этого не легче, я все равно простоял там около часа, а то и больше. Запускали по 4 человека и давали поиграть в кооперативе, что мне безумно понравилось. Давали миссию, которую показывали на E3 и лично для нас она показалась безумно сложной и нас вырубали очень часто. Игра стала чуть медленнее, добавились некоторые нововведения по типу гаджетов и четвертого оружия, но в целом это та самая дивизия. Единственная была проблема с анимацией. Она была какая-то смазанная при условии, что картинка была сочной. После игры можно было пофоткаться в декорациях и получить вот такой вот брелок. После двух игр, которые я хотел опробовать, мы бродили абсолютно по всей выставке. Бродили абсолютно везде и хотели посмотреть абсолютно все сразу, и это было нашей ошибкой. Так как по сути мы ничего не успели посмотреть. На территории очень много было аксуаров, комиксов, фигурок, блин. Мне просто глаза разбежались. На самом деле, если не рациональность, то я там проследил бы тысяч 7, но ум пришел не зря. Также на мероприятии были стенды Марвел, Интел, много стендов с фильмами типа Бамблби, Тифа 19, Спайдер Мэн, Фортнайт, кстати, а Фортнайт. Там сидели только школьники, и все консоли всегда были заняты. И лично для меня это не очень понятно, почему условно-бесплатная игра пользуется такой популярностью на платном мероприятии. Ты в принципе можешь поиграть в эту игру везде, но ты платишь деньги за это и идешь на Игромир, чтобы поиграть именно в нее? Но лично я этого не понял. Также был Овервотч, Секиро, Дарксайд 3, много игр на стандии Нинтендо по типу Марио, и параллельно шел турнир по Just Dance, в котором мы тоже не успели побывать, потому что пришли слишком поздно. То есть, по сути, Игромир был капец какой насыщенный. Также на территории было достаточно косплееров, но они порадовали не так сильно, ибо многие из них после 12 часов дня просто устали, сидели и не сильно-то желали фоткаться. Также их было тяжело найти. Реально годных косплееров было немного. Возможно, опять же, из-за того, что многих мы просто на своем пути не видели, они где-то сидели и отдыхали. Наступило 16 часов дня, и начался розыгрыш Xbox One S. Смысл был в том, что надо было с утра выполнить какие-то задания, и если ты их выполняешь, тебе ставить в твечате, значит, ты автоматически участвуешь в розыгрыше Xbox One S. Все было круто, но нас ждал капец какой прокол организаторов. Те, кто ввели розыгрыш, не шарили в консоли вообще, вот вообще по нулям. Они то почитали слезка, и что там написали, то они и говорили. А в большей степени там написана была херня полная. Вопросы были легкие, но либо ответы не совпадали с действительностью, либо вопросы были сформулированы через жопу. Когда был вопрос про поколение, типа, сколько поколений Xbox существует? Аж четыре человека, несмотря на неправильность ответов, все равно отвечали три. Если что, они были правы. Существует три! Вот кто-то там, да? Вот тот сектор, кого? Сколько? Цифру? Нет? Сейчас будет ропом, и сейчас. Сейчас мы узнаем. Три поколения. Так что же, ты сейчас не знаешь? Где-то девочки. Вот девочки. Итак. Цифра? Три неправильно. Три неправильно? Три, блядь. Пять, три, блядь. Так пять, друзья, пять правильно. Угадал. Но на листке организаторов была написана цифра пять, поэтому, в принципе, они ответ три не воспринимали. Вообще. Даже когда им, в принципе, перечисляли, это был вообще рофл жесткий, и все смотрели друг на друга, типа, как на идиотов. Типа, как не три, типа, чё? Чё не три? Также в розыгрыше участвовал наш подписчик, и ему достался довольно сложный вопрос, где стартовали первые продажи Xbox One в России. Лично я не помню. А ответы в видео они почему-то не приняли, хотя не уточнили изначально, что надо назвать торговый центр. Ну, это как-то странно. Дальше мы пройдли по игромиру и играли в Super Mario Party. Кстати, классный игрух, я даже сейчас задумался. Прям топчик, 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 топчик. В целом, всё было очень круто, и Игромир в 2018 году, на мой взгляд, удался. Ибо, наконец-то, наконец-то стали привозить новые и ожидаемые игры, а не как в прошлых годах. Но, честно, одного дня, чтобы побывать на Игромире и посмотреть на всё, что ты хочешь, очень мало. Поэтому нужно ознакомиться либо с расписанием и ходить выборочно, либо покупать билет на все три дня. Если я соберусь на Игромир в следующем году, то я, наверное, пойду на три дня, чтобы побывать абсолютно везде, где я хочу. Большое спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой аккаунт Instagram, там прикольные фоточки стали появляться. А также не забывайте, пишите своё мнение в комментариях насчёт выставки Игромир. Большое спасибо за просмотр! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok